О рынке NFT что-нибудь слышал? Да, у меня тут предлагают как раз товарищи сделать для хоккейного клуба тракторы NFT. Точнее, они уже делают для хоккейного клуба тракторы. Они токены делают, вот эти NFT. Мне не вполне понятно, что он из себя представляет этот рынок детально. То есть, вот я понимаю на произведениях искусства, да, там на картинах вот это всё. Но, опять же, я от искусства, честно говоря, далёк. И если я не понимаю разницу картины за 2 доллара и за 2 миллиона долларов, я никогда не куплю кваркартину за 2 миллиона. Вот есть люди, которые понимают разницу, я не понимаю. То есть, зачем мне, в принципе, думать об этом, если... Ну, вот судьба так сложилась, что я разницы не вижу, поэтому... Есть там какой-нибудь Евгений Понасенков, например, или ещё кто-то там, который прям тащится от произведения искусства, которые могут понять разницу. Я не понимаю разницу. На рынке NFT покупают вообще там какое-нибудь советское искусство, а потом, ну, сайты, на которых советское искусство размещено, говорят, а вы не имеете права размещать. То есть, изображение марок, то есть, это вообще прямо какой-то очень странный рынок. Да, изображение марок, старое советское искусство. Ну, это как примерно, когда у нас начались в России действовать законы об авторских правах, да, как бы, у нас же, ну, у NFT единственным, как бы, там, закон об авторском праве, он подразумевает то, что через какое-то количество лет авторское, ну, твоё авторское право прекращает быть твоим личным, да, и оно становится, там, достижением общественности. Ну, может быть, не во всех отраслях, ну, там, я не знаю. Яркий пример – это подогрев лобового стекла, который был сначала только у Форда, и там через пять лет, по-моему, там все автокомпании начали делать то же самое, но до этого не могли делать, и там пять лет, или сколько, два, богу, не помню. Был только у Форд, который был вот этот подогрев лобового стекла. И так во всех практически вещах. То есть, если вы у Форда не купили этот патент, то вы не можете пользоваться им. А через какое-то время, ну, в разных ситуациях разное, то вы можете пользоваться, как бы, без патента. Я вот не знаю, честно говоря, кому сейчас принадлежат авторские права, там, на Байрона или Пушкина, или других умерших, да, вот. Но NFT советское искусство, ну, чем-то мне это напоминает именно вот авторские права на умерших великих авторов прошлого. Кто-то, наверное, пользуется, кто-то зарабатывает в книжных магазинах, Байрон с Пушкиным лежит, кто-то на этом зарабатывает, и сегодня явно не их родственники. У меня просто были ситуации, когда там у меня знакомая модель фотографировалась для какой-то съемки, а потом, оказывается, на билборде вообще в другой рекламе. Ничего сделать не могла, например, в свое время. То есть, ну, ситуации разные бывают. Авторское право такая непростая, совершенно, ситуация. И NFT, оно, по идее, как-то это должно, то есть, если там более-менее с корпоративным авторским правом или с авторским правом каких-то великих звезд, там, или невеликих, просто, ну, всем известных, да, звезд, более-менее все понятно, там, юристы работают, а с авторским правом, там, вон, там, не знаю, дочь моя нарисует картинку, да, я же не пойду патент получать на эту картинку. Мне, конечно, проще NFT сделать, там, и все. И вот, пожалуйста, авторское право, да, грубо говоря. То есть, это такое народное авторское право. Единственное, конечно, сейчас существуют те, кто пытается заработать на этом. Ну, опять же, вот, если говорить про живые ситуации, вот, с тем же трактором, хоккейным клубом, да, там, без разрешения хоккейного клуба вы не можете, там, зарегистрировать на себя, там, символику трактора, да, там, или какие-то изображения. Соответственно, трактор тоже получает какие-то отчисления, но это касается тех, кто, ну, вот, живые существующие организации или люди, там, а вот, что касается, там, умерших государств, я думаю, Советский Союз, это еще не самое интересное, что может, там, советские произведения искусства, там, интересно, а что там с древнегреческими произведениями искусства происходит, там, с римскими, которых тоже, кто за них постоит сейчас.